Музыка После того, как были сброшены атомные бомбы на Хиросиму и Нагасаки, в 1947 году ученые-атомщики, сотрудники журнала, бюллетеня ученых-атомщиков придумали часы судного дня, часы апокалипсиса. В этих часах нет часового механизма, такого, как у нас в этих обычных часах, которыми мы пользуемся. Там есть циферблат и есть стрелки, которые ученые сами вручную передвигают, в зависимости от того, как они понимают сами, насколько близок конец. И вот тогда, когда они, учитывая все, что происходит вокруг, собираясь на свою конференцию, определяют, который час. Они предполагают, что апокалипсис, как люди в просторечии говорят, конец света, должен настать. И он должен настать, исходя из того, что люди приготовили величайший арсенал оружия, которое должно когда-то, каким-то образом проявиться. И предполагают эти же атомщики, что то, что создано человечеством, оно погубит землю, но станет, по их предположениям, апокалипсис. Тогда, когда они создали эти часы и впервые поставили стрелки, сам апокалипсис должен, по их мнению, наступить тогда, когда стрелки покажут 0 часов или, по-другому, 12 часов ночи. Это апокалипсис. Приближение к 12 ночи с течением времени устанавливаются этими учеными людьми. Сразу, когда они изготовили эти часы, на них было 7 минут 12-го. 23.07. Так они в то время, в 47-м году, установили стрелки часов. Примерно раз в два года они собираются и определяют, какое положение вещей. За это время, прошедшее, они собирались 20 раз. И каждый раз указывали то время, как они чувствовали. Не только исходя из того, сколько вооружения у людей собралось, а исходя из климатических условий, межнациональных конфликтов. Последний раз они собирались в этом году, в январе месяце. «Поставили стрелки часов без трех минут в 12 ночи». Я говорю о том, что люди, как будто бы не церковные, я не знаю, кто там из них, может быть, есть верующие люди, но тоже интересуются этой датой, интересуются этим моментом, потому что все где-то понимают, что должно что-то произойти. Вот так, как происходит, как протекает сегодня жизнь, долго так протекать она не может.